Привет дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии, будем с вами общаться. Слушайте, конец мая, начало июня такое интересное время, когда с одной стороны уже вроде и тепло, и уже лето наступило, и ты приезжаешь на наше черное море в ожидании морского такого отдыха с купаниями, подходишь к морю и там всего плюс 17 градусов. Я не знаю как вы, но я лично в такую погоду готов только лишь ноги помочить, ну разок может искупаться. Дети уже в такое море вряд ли пойдут, жена тем более не пойдет. Поэтому ехать на море ради того, чтобы на него смотреть и им дышать, ну это как-то по-стариковски, я такие варианты вообще исключаю. Так, если не ехать на море, то куда надо ехать? Ну есть горы, и как по мне горы у моря очень сильно выигрывают. Первое, виды. Виды на горы гораздо лучше, чем виды на море. Ну можно конечно сказать, что виды на горы и на море одновременно еще лучше, но если приходится выбирать, то я выберу горы. Второе, это воздух. Воздух очень чистый и вкусный, особенно после рабочего уральского городка. Третье, это инфраструктура. Она здесь очень хорошая. Здесь очень много различных развлечений, кафе, ресторанов. И четвертое, это цены. Горячий сезон у горнолыжников уже закончился. На горных лыжах сюда летом никто не приезжает ездить. И курортам приходится выживать, они делают максимально низкие цены. Вот и у нас в конце мая был выбор поехать либо на море, либо в горы. И мы решили поехать в горы. Тем более цена была очень приятная. Всего 6,5 тысяч рублей на человека на два дня в отель Горки-город. Этот отель строили к Олимпиаде в Сочи. Конечно, за это время он немножечко подизветшал. Его структура это огромное количество апартаментов. Апартаменты все с кухней. Я их не стал снимать, потому что в интернете вы легко найдете фотографии, обзоры этого отеля. Отель за эти деньги вообще классный, супер. За свою жизнь на Красной Поляне я был три раза. Первый раз в 2005 году, когда еще ничего здесь не было. В центре всего этого курорта был ресторан с форелевой фермы, где форельки плавали, их можно было выловить и пожарить. Было, по-моему, пару подъемников, может быть даже один. И тогда, конечно, ничего особенного здесь не было. Но после Олимпиады в Сочи здесь все резко изменилось. И вот когда мы ездили в 2017 году, я тогда не мог понять структуру этого курорта, потому что он был очень сильно разделен. Но сейчас я понял, что есть три основных центра притяжения. Первый это Газпромовский курорт. Второй это Роза Хутор. И третье это Эст-Асадо, где находятся различные отели, в том числе и Горки-город. Сейчас мы с вами идем по горнолыжному курорту Газпрома. Мне показалось, что он немножечко постарше, чем все остальное. Посмотрите, он не такой современный. Есть неплохой такой вот парк. И тут мы наткнулись на лягушек. Так близко мы видели их впервые. Вон лягушка. Послушайте их. Так, ну хватит слушать лягушек. Оказались мы на Газпромовском курорте неспроста. Пришли в аквапарк. Он находится в развлекательном центре Галактика. Вообще в этом центре очень много различных развлечений. Есть и кинотеатр, есть и каток, есть боулинг, есть кафе, рестораны, ночной клуб. Но нам нужен был, как говорится, аквапарк, потому что там есть открытый БСН. Цена у него 1600 рублей за 3 часа. Немало на самом деле. Говорят, что в выходные 2000 рублей. Но детский билет стоит 1350 рублей. А совсем маленькие дети еще дешевле. Очень сильно в глаза бросилась плохая организация аквапарка. Мы попытались купить билеты здесь, на входе. Но нас отправили на минус первый этаж, потому что там стоят аппараты. Аппаратов было всего 2 штуки. Я не знаю, что здесь происходит, когда много народу. Наверное, скапливаются большие очереди. После активации билетов нам выдали резиновые браслеты. И на моей руке он очень хорошо сидел. А вот с руки моей жены он пытался соскользнуть. Позже я видел других женщин, которые одевали себе эти браслеты на ногу. Вы понимаете, что это непорядок. А еще здесь очень плохая навигация. И сначала я зашел в женскую дышевую. Жаль, конечно, там никого не было. В душевых, кстати, есть дель, поэтому дель можно не брать. Ну, из фишек аквапарка Галактика является банный комплекс, который находится на минус первом этаже. Он состоит из сауны, ледяного грота и хамама. Сауна очень большая, не знаю, человек 60, наверное, туда влезет. Поначалу она показалась холодной, но, видимо, нагрелась. И было там очень хорошо и тепло. Ледяной грот состоит из холодного душа и ледяного такого чана, где можно взять лед и обтереться. Всем советую. Вообще классная вещь. Ну и хамам. Вы знаете, я в хамаме был первый раз. Я не знаю, что там надо делать. Говорят, что надо лежать, тебя там будут мять, мнуть, давить. Но очень тепло, теплый пар, хороший. Всем советую туда заглянуть. У аквапарка очень большая закрытая часть. Здесь есть три горки, но, к сожалению, в период пандемии горки закрыты. И внутри, снаружи, есть бассейн из джакузи. Кстати, очень хорошая вещь. Некоторые попрохладнее, некоторые погорячее. Что же, главный уличный бассейн. Он приличных размеров. Температура воды плюс 28 градусов. Фантастические виды. Приятно плавать и смотреть на горы. Есть ежики, но, вы знаете, мы на них так и не подержали, потому что на улице было всего плюс 22. Некомфортно. Ну что, как обстановка? Есть ли варианты где-то еще поплывать на Красной Поляне? Есть варианты, их, правда, немного. Еще есть аквапарк Mountain Beach в торговом центре на третьем этаже. Вы знаете, он недорогой, но там нет выхода на улицу. Он полностью закрытый. Есть бассейн 50-метровый в Гранд Отель Поляна. Он дорогой, 2000 рублей за безлимитное посещение. Но виды там тоже очень крутые. Один открытый бассейн и три открытых джакузи – это предел этого аквапарка. Все остальное под куполом. Аквапарк довольно-таки скромный. Но есть при этом детские зоны, где дети могут повеселиться. И есть мурлящая река. Жаль, конечно, что были закрыты горки. Между курортами Красной Поляны можно перебегаться несколькими способами. В первую очередь пешком. Дорожки проложены. Правда, это не променады. Автобус, такси. И есть прокат самокатов. Советую. Хочу сказать немного про еду. В последнее время очень много роликов, где говорится, что еда, общепит в Сочи, в Красной Поляне очень дорогой. Вы знаете, вот столовка. Ешь, да ешь. Всем советую. 819 рублей с пивом. Дорого это или недорого? Скажите мне. А это уже Роза Хутор. Еще один центр жизни Красной Поляны. Многие из вас это место знают. Сюда привозят экскурсионные автобусы для подъема в горы. Мы же сюда приехали на самокатах. 5 километров проехали. Единственное, что их оставить пришлось в самом конце. Но зато прошли всю Роза Хутор пешком. Что здесь бросилось в глаза, так это спокойствие. Здесь гораздо меньше людей. Меньше кафе, заведений. Но все-таки здесь тоже очень прикольно. В одно кафе мы попытались сесть, но нас не посадили. Сказали, мои официанты уже устали. Поэтому пришлось зайти в бар и наклюкаться вкусными когтями. Все-таки Красная Поляна это качественный курорт. Очень красиво подсвечиваются здания. А вечером один кайф просто гулять. Потому что тротуарчики ровненькие. Все красиво и безопасно. Во второй день нашего мини-путешествия мы решили размять свои ноги и пойти в горы. Но для этого нам пришлось переодеться. Прошлись по магазинам и обнаружили самый маленький декатлон в России. Именно на Красной Поляне он находится. Всего 200 квадратных метров. Цены подороже, но что поделать, когда тебе надо что-то купить, то ты идешь и покупаешь. А это, кстати, завтрак за 500 рублей. На Красной Поляне очень много активности. Видите, даже среди отелей кто-то организовал детский скалодром. И днем здесь очень много ребятишек. Но мы поехали на высоту 960. А с Исты 540 везет туда бесплатный автобус. Кстати, автобус отправляется, как только полностью забивается. Днем это происходит очень быстро, а утром чуть помедленнее, вечером, наверное, еще дольше. Автобус останавливается на площадь Сбербанка. И здесь такая классная каллиграфия по красу лампаса. Обязательно сфотографируйтесь. По пути к трекингу можно зайти в хаски-центр. Вы знаете, даже меня, взрослого человека, это место не оставляет равнодушным. Собак можно гладить, обниматься. Вход стоит всего 500 рублей. Здесь собачки, конечно, дужки, а вот это самый главный, самец, хозяин, это все стаи. Мне кажется, ему тоже неплохо. Побывать на красной поляне и не сходить на трекинг, это будет самая главная ошибка в вашей жизни. Это стоит сделать обязательно. Но не забывайте, что надо одеть качественную обувь. Никаких сандалий, туфель или там сланцев. Нужны хорошие кроссовки. Если у вас нет, то сходите в магазин и купите, не пожалейте. Одежда. Говорят, что надо одеваться теплее. На самом деле, там было тепло и можно было вполне идти в шортах и в футболке. Обязательно оденьте кепку на голову и, может быть, даже намажьтесь кремом. Стоит взять с собой перекус, может быть, какие-то сухие фрукты или орехи. Запас воды, потому что попить вы сможете только лишь наверху из водопада, но об этом чуть позже. Тропа сама по себе не очень сложная. В какой-то момент, конечно, мы отдыхали и запыхались, но были даже люди, которые шли с маленькими детьми, что меня очень удивило. И дети в итоге тоже наверху, по всей видимости, побывали. Тропа ровненькая, в том плане, что расчищена, нету каких-то этих совсем бугров, но подъем резкий. Можно подняться и на подъемнике. Подъемник стоит каких-то нереальных денег, целых 1600 рублей на человека. Как по мне, это очень дорого. Можно и за полтора часа подняться самостоятельно. От водопада, кстати, можно пойти дальше еще на прогулку, но если вам позволяют силам. Сам водопад, ну, как по мне, очень симпатичный, хотя он не такой мощный, как многие другие водопады. Но при этом очень красивый. Люди здесь активно фотографируются. И если вы хотите сделать красивые фотографии, то, конечно, надо зайти из-за ограждения. И сделать их можно чуть пониже или чуть повыше. Очень много зелени всякой различной. И можно на нее прилечь, на ней пофотографироваться. Я же решил попить из этого ручья. У меня был опыт. Я знаю, что это очень вкусная вода. Единственное, кто это делает, это я здесь. Набрал полную бутылку. И вы знаете, такой вкусной воды я не пил, наверное, очень давно. Невероятно вкусная. И вот здесь я вам намекаю, ребята, возьмите полторашку пустую, а может быть целую, пока идете, выпейте, а потом наберите и кайфаните. А еще здесь есть спортивные какие-то активности. Видите, люди спускаются по веревкам на тарзанке. Это надо чуть выше подниматься. И уже со специалистами делать спуск. Немножко мы отдохнули и пошли вниз. И вы знаете, спуск-то проходит гораздо веселее. Ты практически не отдыхаешь, ты вдохновлен. Мышцы ног совершенно другие работают. Внизу была, правда, небольшая очередь на автобус. Но вы знаете, она очень быстро рассосалась. И автобус нас за 10 минут спустил вниз к своему отелю. А здесь уже ждали нас различные кафе, рестораны, где можно просто присесть на улице, посидеть с кружечкой пива, посмотреть по сторонам. Вы знаете, я немного мест вам советую. Но Розу, Хутор, Красную Поляну, Эстасадок я советую. Обязательно туда съездите. Деньги небольшие, поэтому кайфанете стопудово. Лайки, подписки, комментарии от вас. И пока-пока.